Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на моем канале. В этом видеоролике я покажу вам три способа, как перенести данные со старого смартфона Samsung на новый. Маленькая просьба. Прежде чем задать вопрос в комментариях, прочитайте описание. Если ни один из трех способов вам не помог, в описании к данному видео есть ссылки на другие способы. Итак, приступим. Первый способ Итак, у всех людей на смартфоне есть некоторое количество контактов с телефонной книги, фотографии и видеозаписи в галерее с отпуска и не только. Много людей создают заметки, их тоже перенесем. Не все, но многие пользуются напоминаниями в календаре. Также с помощью этого способа мы перенесем историю Samsung браузера. Вы не потеряете адреса нужных вам сайтов, которые посещали ранее. Также мы перенесем будильники. А как же без них? И, конечно же, переписка WhatsApp. С нее мы и начнем, ею и закончим. Выбираем три точки сверху. Настройки. Листаем чуть ниже и выбираем чаты. Резервная копия чатов. В разделе «Копировать в Google» выбираем ежедневно. В разделе «Аккаунт» нужно выбрать ваш Google аккаунт. Пролистайте выше и нажмите на кнопку «Создать резервную копию». В вашем распоряжении 15 гигабайт на Google диске. Именно там хранится резервная копия. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что чем больше размер переписки, тем дольше создается резервная копия. Далее вам необходимо установить на старый смартфон приложение Smart Switch. Откройте приложение Play Market. В строке поиска напишите «Смарт свитч». Затем нажмите кнопку «Установить». На новом смартфоне выберите язык и нажмите «Начать». Согласитесь со всеми условиями и нажмите «Далее». Подключите смартфон к Wi-Fi-сети. Нажмите «Далее». На этом этапе новый смартфон предлагает нам скопировать данные и приложения со старого аппарата. Нажмите «Далее». Для этого способа нужен старый смартфон. Нажмите «Далее». Дождитесь окончания загрузки и установки приложения Smart Switch на новый смартфон. На новом смартфоне нажмите «Разрешить». Нажмите «Галакси Андроид». Тип подключения – «Беспроводное». Отключить. На старом смартфоне запустите приложение Smart Switch. Дважды нажмите «Разрешить». Отправить данные. «Беспроводное». Отключить. На обоих смартфонах нажмите «Подключить». На старом смартфоне нажмите «Разрешить». На этом этапе вы можете выбрать, что скопировать. Так как я правша, мне будет удобнее, если новый смартфон будет ближе к правой руке. Чтобы вы не запутались, золотистый смартфон старый, черный – новый. Если нажать «Другое», то можно вручную выбрать объекты, которые нужно перенести. Просто ставите галочки на нужных пунктах. Я вернусь назад и поставлю галочку на пункте «Все данные». Новый смартфон предлагает перенести наши аккаунты. Если не помните пароли, нажмите «Пропустить». Но я свои пароли помню, поэтому на старом телефоне нажимаю «Копировать». На этом этапе я ввожу пароль от Google аккаунта на новом смартфоне, потому что часть моих номеров, сохраненных паролей, переписка WhatsApp и прочее хранится на Google диске. А в этом сообщении говорится, что переписку WhatsApp в Smart Switch не сможет перенести. Но это не проблема, так как мы перенесём переписку через Google диск. Нажимаем «Далее». Приношу извинения за мерцающий экран на старом смартфоне. Это всё из-за того, что на старом смартфоне AMOLED дисплей с частотой обновления 60 Гц, а освещение в комнате и дисплей на новом смартфоне работают с частотой 50 Гц. Итак, Google аккаунт добавлен на новый смартфон. Нажмите «Далее». «Ещё». «Принять». Экранную блокировку я пока добавлять не буду. «Пропустить». Эти приложения от Google можно не устанавливать, если вы ими не пользовались на старом смартфоне. Нажимаем «Ок». С приложениями от Samsung всё то же самое. Если пользуетесь, то устанавливайте. Если нет, то снимайте галочки. Я использую. На этом этапе нужно ввести пароль от Samsung аккаунта. Нажимаем «Далее». Вводим пароль. Принимаем условия использования. Нажмите «Готово». Установку интересных и полезных приложений я пропущу, чтобы не затягивать время. Но на самом деле это ещё не конец. Смартфон ещё некоторое время будет скачивать приложения, фото и видео. Наберитесь терпения. Прогресс переноса данных можно наблюдать, протянув шторку уведомлений. Я немного ускорил и обрезал этот процесс на монтаже. Итак, проверяем. Контакты перенеслись. Заметки перенеслись. Будильники также перенеслись. Фото и видео записи также присутствуют. Приступаем к восстановлению переписки WhatsApp. Запускаем WhatsApp на новом смартфоне. Выбираем язык. Нажимаем «Далее». Принять и продолжить. Вводим сначала код страны, а затем вводим номер мобильного телефона. Нажмите «Далее». Приложение просит подтвердить, верно ли введен номер. Если все верно, нажмите «Ок». На старый смартфон поступит код подтверждения. Иногда это просто всплывающее уведомление, иногда приходит смс. Или через входящий вызов вам диктует код автоответчик. В моем случае это просто уведомление на старом смартфоне. Нажмите «Продолжить». А на этом этапе обязательно нажмите «Восстановить», иначе у вас не появится ваша переписка. Если вы не сделаете это сейчас, потом у вас не будет такой возможности. После восстановления архива переписки нажмите «Далее». Затем введите имя, которое будет отображаться у ваших контактов в WhatsApp. Нажмите «Далее». В WhatsApp в фоновом режиме скачает фото, видео и другие файлы, которыми вы обменивались со своими знакомыми. Я специально применил размытие. Мою переписку вам читать не обязательно. Плюсы данного способа в том, что нет никакого ограничения по объему данных. Минусом данного способа является то, что смартфоны иногда не подключаются друг к другу с первого раза. Второй способ подойдет для тех, кто уже прошел первоначальную настройку и добрался до рабочего стола. На новом смартфоне зайдите в «Настройки». «Самсунг аккаунт». Введите свой логин. Нажмите «Далее». Введите пароль, а затем нажмите «Войти». Примите условия лицензионного соглашения. Вернитесь назад в «Настройки». Вернитесь назад в «Настройки». Пролистайте ниже и найдите раздел «Учетные записи» и «Архивация». Выберите пункт «Перенос данных с другого устройства». Нажмите «Загрузить». Процесс загрузки можно отслеживать в шторке уведомлений. Дважды нажмите «Разрешить». Дважды нажмите «Разрешить». «Получить данные». «Галакси Андроид». «Беспроводную». «Отключить». На старом смартфоне зайдите в «Настройки». Пролистайте ниже и также зайдите в раздел «Учетные записи» и «Архивация». «Смарт-свич». «Загрузить». Теперь нужно подключить оба смартфона к одной Wi-Fi сети. На старом смартфоне нажмите «Разрешить». После того, как связь между смартфонами будет установлена, вы сможете выбрать, какие данные вам нужно перенести. В разделе «Другое» можно настроить, какие типы данных копировать на новый смартфон. В этом сообщении говорится о том, что переписку WhatsApp нельзя перенести через смарт-свич. Инструкцию по переносу WhatsApp я уже показывал в начале этого ролика. Просто нажимаем «Далее». Ждем окончания процедуры. Я немного ускорил процесс на монтаже. На самом деле эта процедура может занять несколько часов. Все зависит от объема данных на старом смартфоне. Третий способ. Из минусов этого способа – это то, что для переноса фото и видеоданных у вас есть всего лишь 5 ГБ. Достоинством этого способа является то, что, сделав один раз резервную копию, вы не потеряете свои фото, видео, заметки и прочие не очень большие файлы. Сможете восстановить их, даже не имея старого телефона под рукой, просто введя логин и пароль в новый телефон. На старом смартфоне зайдите в настройки. Авторизуйтесь в аккаунт Samsung. Вернитесь назад в настройки, пролистайте ниже и выберите раздел «Учетные записи и архивация». Затем выберите Samsung Cloud. Выберите синхронизацию нужных вам пунктов. Для хранения фото и видео вы можете использовать бесплатные 5 ГБ в сервисе OneDrive. В этом главный недостаток данного способа. А еще нужно дополнительно регистрировать в Microsoft аккаунт для OneDrive. Синхронизацию в роуминге включайте только если вы мультимиллиардер. Для синхронизации напоминаний нужно сначала предоставить разрешение. Нажимаем на раздел «Напоминания». Нажмите «Разрешить». Листаем ниже и выбираем «Разрешение». И включаем все пункты. Дважды нажимаем «Назад». И выбираем «Архивировать данные». Затем пролистываем страницу в самый низ и нажимаем «Архивировать сейчас». Ждем, когда вся ваша информация загрузится на сервер. Затем нажмите «Готово». На новом смартфоне зайдите в «Настройки». Войдите в свой Samsung аккаунт. Для этого сначала введите свой логин. Нажмите «Далее». Затем введите свой пароль. Нажмите «Войти». Примите условия использования. На предложение настроить быстрый вход в аккаунт на этом смартфоне нужно выбрать «Отменить». Далее можно в этом окне выбрать раздел «Самсунг Клауд». Если у вас нет этой кнопки, то вернитесь назад в «Настройки». Пролистайте ниже. Учетные записи и архивация. «Самсунг Клауд». Выберите «Восстановить». Выберите «Резервную копию». Нажмите «Восстановить». Установить приложение из резервной копии? Конечно установить. Ну и ждем завершения процесса. По завершению нажимаем «Готово». Не удаляйте старую резервную копию до тех пор, пока не проверите наличие всей необходимой вам информации. Это все, что я хотел рассказать вам в данном ролике. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, в комментариях задавайте вопросы. Всем удачных ремонтов, до встречи в новых видео. Поехали. Удачи!